В деревне Мильково состоялся большой экологический праздник Эко-Библиофест. Второй год подряд волонтеры-библиозонтики организовывают для детей и взрослых это мероприятие. Мама может послушать лекцию о хлебе, дети поиграют в игры, которые придумали наши волонтеры, используя вторичные материалы. Здесь есть фотозона, викторина, река жизни из книг. Ты можешь удочерить или усыновить книжку. На фестивале можно было найти занятия на любой вкус и возраст. Поиграть в игры, почитать книжку, поучаствовать в викторине, выпить вкусного чая и даже посмотреть мастер-класс по губочке хлеба. Когда тесто замешано, оно отстаивается, через час мы его обминаем, потом оно еще 2-3 часа стоит, и только потом мы его ставим в духовку. Конечно, все игры и мастер-классы имели просветительскую цель. Через интересные развлечения организаторы показали, насколько важно ценить природу. Мершот Рамазанов подобные праздники старается не пропускать, ведь приходя на них, он узнает много нового и интересного. Я много в таких мероприятиях хожу, но мне это нравится, потому что надо хранить природу, ее уважать. Не надо рубить деревья, а наоборот, надо сажать, чтобы экология стала чище и кислорода, свежий воздух. В эко-библиофесте библиозонтиков поддержали две библиотеки Ленинского района – Булатниковская и совхоза имени Ленина. Они привезли на фестиваль викторины, а также книги, которые дети могли взять с собой домой. Мы на своей площадке представили фото-выставку нашего юного фотографа Глеба Широкова и представляем экологическую викторину «Экологический светофор», где говорим именно про проблемы экологии, которые у нас и запрещающие, какие есть действия в природе, и что полезно для природы делать. Если для детей это большое развлечение и интересная игра, то родители видят в экологическом фестивале важную воспитательную роль. Нужно их проводить, потому что они сплачивают как и детей, так и взрослых, также учат любви к своей родине. Если видели, батареечка ходит, которая всем покажет, что батарейки надо использовать правильно и защищать тем самым окружающий мир и среду. А также видим, что экологически чистые продукты человеку продлевают жизнь, настроение. Ну, плюс это дружба, любовь и хорошее настроение. Именно в такой форме детям наиболее близка и понятна тема экологии, которая сегодня очень актуальна и обсуждается на высоком уровне. Большое внимание вопросу экологии уделяет губернатор региона, делая акцент в том числе и на воспитании у подрастающего поколения любви к природе и желании ее оберегать. В Мильковской библиотеке это понимают и делают все возможное, чтобы донести до своих юных читателей мысль о том, что мир, в котором мы все живем, нуждается в нашей заботе. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.